В Днепропетровской области без воды остались 10 тысяч жителей в двух военных городках, Черкасском и Гвардейском. В кранах либо совсем пусто, либо нечто ржавое и грязное. И так уже больше месяца. Почему семьи офицеров, защищающих Украину на Донбассе, вынуждены жить в военно-полевых условиях, поинтересовались наши корреспонденты. В кране, конечно, воды нет. Вода в кранах у жителей военного городка Черкасска появляется только дважды в день, по 30 минут, утром и вечером. За это время люди успевают набрать лишь по несколько литров. Если литр примерно полторы минуты набирается, сколько можно за 20 минут набрать воды? 20 минут – это подача воды. К тому же качество этой воды оставляет желать лучшего. Течет то ржавая, то с песком. Бойли, растиральные машины, водочистные фильтры – все выходит из строя. Вот у меня, допустим, вода бежит, у кухни бежит такая вода, там светлее, у туалета ржавая, а в ванной голубая. Откуда я знаю, что я туда ребенка посажу, и он не покрытся кемистем. Пока мужья военные воюют в горячих точках, их жены вынуждены выживать без воды на мирной территории. И так уже целый месяц. Хотя за все счета платят исправно. Питьевую воду покупают ежедневно. На ней же и готовят. Нормально помыться – тоже проблема. Ребенка надо и покупать, и помыть. Он вымазывается, ну, часто очень. Я живу на четвертом этаже, еще плюс муж в АТО. Вот так вот и носим по три раза в день. Воды нет из-за постоянных прорывов водопровода. По словам председателя поселка Павла Николюкина, он в плачевном состоянии. Трубы даже отремонтировать невозможно. Дыры латают деревянными колями. Капитального ремонта от властей добивается уже не первый год. 36 километров должны были сделаны за 2016-2017 год. Но, к сожалению, из-за нефинансирования, нефинансирования проекта, государственной экспертизы, этот вопрос задержался практически на два года. Если не будут выделены деньги и не будут приняты терминовые действия, у нас не только воды не будет, у нас отопления не будет. В такой же ситуации оказались и жители соседнего поселка Гвардейское. Только здесь еще и проблемы с канализацией. Стоками заполнены все подвалы и колодцы. В Новомосковском районном совете, куда военные городки ежегодно отчисляют по 100 миллионов гривен, денег на капитальный ремонт водопровода нет. За помощью решили обратиться к областным властям, пока заказали проект реконструкции. Проект стоит 460 тысяч, это реконструкция всего водопровода. Проплачено на данный момент 160 тысяч. К концу августа проект и статиста будут готовы. Написано письмо на имя губернатора месяц назад о выделении денег 100 миллионов. Пока не выделят деньги, старые трубы так и будут латать деревянными палками. А тем временем терпение людей заканчивается, готовы к радикальным действиям. Богдан Вербицкий, Елена Миндалюк, Евгений Конецов. Подробности телеканал Интер, Днепропетровская область.